В эфире информационно-правая программа «Дефакто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За три дня на Полесе утонули шесть человек. Задержаны очередные продавцы Спайса. Спасем водителей от жары. Акция под таким названием прошла в Гомеле. Жаркая погода последних дней резко обострила ситуацию с гибелью людей на водах. Только за прошедшие выходные в республике утонуло 15 человек. Треть из них в Гомельской области. В Лельчицком районе 25 июня два родных брата в возрасте 18 и 15 лет и их 15-летний односельчанин на двух мотоциклах поехали ловить рыбу. К вечеру ребята не вернулись домой и родные забили тревогу. К поиску пропавших подключились односельчане и военнослужащие пограничной заставы Держинск. Тела пропавших парней были найдены на следующее утро на территории Столинского района Брестской области. Жители деревни обнаружили их в яме реки глубиной около 2,5 метров. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа Лельческого РОВД, сотрудники Управления Следственного комитета по Гомельской области, МЧС. При осмотре места происшествия, а также тел погибших, каких-либо признаков, которые бы указывали на насильственную смерть, не обнаружено. Специалисты в рамках проводимой проверки изучают все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Пока известно, что подростки воспитывались в благополучных семьях, к административной и уголовной ответственности не привлекались. В употреблении спиртных напитков замечены не были. Родители погибших также характеризуются положительно. И эту трагедию скорее можно отнести к несчастному случаю. Несмотря на положительную динамику уменьшения утопления, в последнее время увеличилась температура воздуха, соответственно, количество отдыхающих, нарушений количества возросло и количество жертв на воде. Так, за минувшие выходные дни утонуло два мазаряина. Один при купании в Халинковическом районе и один при попытке перейти в брод реку Припять. А также три человека при рыбной ловле. Все утопления произошли в местах, не предназначенных для купания. Буквально на следующий день, в понедельник, Говельщину потрясла еще одна трагедия. На этот раз в поселке Большевик. Две 11-летние школьницы решили охладиться в ней приспособленном для купания пожарном водоеме. Одну девушку удалось спасти, вторую полностью утянуло под воду и листое дно. Стоит отметить, что все городские пляжи безопасны. Они были заранее подготовлены к купальному сезону. Водолазами обследован каждый метр дна. Огорожена акватория для купания детей. Есть скамейки, кабинки для переодевания. К тому же в разрешенных местах для купания дежурят спасатели освода. Они следят за общей обстановкой, предупреждают граждан об опасном поведении и о запрете нахождения нетрезвым у воды. Мобильные группы, в которые помимо работников освода входят сотрудники милиции и МЧС и представители районных администраций, будут патрулировать и места, не приспособленные для купания. Главная задача – не допустить беды. Причиной могут быть не только детское баловство на воде, опасная езда на плавательных средствах, но и алкоголь. Надо отметить, что большинство случаев утопления связано с нахождением в состоянии алкогольного опьянения. Также надо понимать, что в состоянии алкогольного опьянения люди тонут не только потому, что теряется бдительность, а нарушаются функции центральной нервной системы. Малейшее попадание воды в дыхательные пути вызывает их спазмом прекращения дыхания. Поэтому категорически запрещено человеку, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, попадать в воду. Распитие спиртных напитков в общественных местах, к которым относится и пляж, влечет наложение штрафа в размере до 8 базовых величин или административный арест. Нарушение общественного порядка и спокойствие граждан чреваты наложением штрафа до 30 базовых величин. А вот само купание в запрещенных местах, а такие обозначены на местности соответствующими табличками и знаками, может наказываться штрафом в размере до 3 базовых величин. Уважаемые граждане, помните, что купаться можно только в специально оборудованных для этого местах. Заплывать за буйки либо ограждающие ленты категорически запрещено. Отправляясь с детьми на водоем, объясните им. Что играть на воде крайне опасно. Прыгать с берегов, с обрывов, с каких-нибудь ограждающих конструкций, так же недопустимо. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра и не купайтесь в нетрезвом состоянии. Помните, дети копируют ваше поведение. Поиски средств для легкой и красивой жизни порой приобретают у граждан нашей страны достаточно уродливые формы. Гомельским городским отделом Следственного комитета предъявлено обвинение Менчанину, который расширил сферу своей деятельности, включив территорию Гомеля в свой список закладки спайса. Гомельским городским отделом Следственного комитета предъявлено обвинение жителю Минска в незаконном приобретении, хранении и транспортировке психотропных веществ, совершенной группой лиц в крупном размере. С его участием проведен ряд следственных действий, в том числе проверка его показаний в городе Минске. На допросе обвиняемый пояснил следователю, что длительное время он находился в поисках высокооплачиваемой работы. Для этого он зарегистрировался в социальной сети и через некоторое время получил от нестнакомого лица сообщение с предложением хорошо заработать. Мужчине предлагалась работа в качестве курьера в интернет-магазине по реализации психотропных веществ. Парень согласился и некоторое время на территории Минска он забирал оставленные для него в специальных тайниках крупные закладки психотропных веществ, расфасовывал их по более мелким партиям и раскладывал по мелким закладкам. Через некоторое время работодатель предложил ему новый участок работы в городе Гомеле. Молодой человек, который только проездом был в нашем городе, согласился. Хоть и не знал местность, но приступил к знакомой ему деятельности. Он забирал оставленные для него крупные закладки, расфасовывал по мелким партиям для дальнейшей перезакладки в установленные места. Недавно был задержан курьер Аптовый, у которого было изъято ряд порошкообразных веществ альфа-ПВП по месту жительства и порядка 8 тысяч марок. То есть готовые уже частично к расфасовке, то есть были только приготовлены. Опять же интересным остается факт, что лицо это гражданин Республики Беларусь, но сам он ранее проживал на территории города Минска. То есть приехал сюда, снял здесь квартиру и занимался противоправной деятельностью. Теперь минскому гастролеру, любителю легкой наживы, в соответствии со статьей 328 частью 3 УК Республики Беларусь, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Почти 30 лет назад Генеральная ассамблея ООН своей резолюции постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. В нашей стране только за последние 10 лет число наркоманов на 100 тысяч населения Беларуси увеличилось в 7 раз. Почти в 15 раз стало больше наркоманов моложе 15 лет. Наибольшее число наркозависимых зарегистрировано в Минске и Гомельской области. Самый чистый в этом смысле регион – Могилевская область. Динамика роста в этой официальной статистике просто пугающая, а цифры сродни эпидемии. Наркомания – это прежде всего тотальное поражение личности. Наркотики полностью контролируют и подавляют физическое и духовное состояние отдельного человека. По оценкам ООН, при повышении порога в 4% наркопотребителей нация обречена на вымирание. Психотропные вещества поступают на территорию Республики Беларусь, как правило, с территории России, а в свою очередь на территорию России, а из Китая. Значит, управление внутренних дел ведется определенная работа, постоянно осуществляется мониторинг интернет-сети, так как подавляющее большинство распространения данных психотропных веществ проходит с использованием сети интернет. Сотрудники органов внутренних дел, в свою очередь, осуществляют мониторинг за данными лицами, за данными магазинами. И мы проводим комплексы оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности данных лиц с целью их задержания. За пять месяцев года в целом по стране по 328-й наркотической статье возбуждено почти 3000 уголовных дел. Большая часть этих преступлений совершена в Минске. Сразу за ним идет Гомель. Почти 500 фактов, где около половины – это сбыт. В части торговли психотропами ведущая роль принадлежит сети интернет. Именно с ее помощью распространяют отраву и вербуют курьеров. В группе риска молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Органы внутренних дел рекомендуют родителям более внимательно относиться к своим детям. Общаться с ними, интересоваться их увлечениями и связями. Не лишним будет заглянуть в переписку в социальных сетях и мобильных телефонах. Необходимо направлять ребенка. Не стоит забывать и о том, что дети стремятся подражать взрослым. Потому родители должны быть для них примером. «Спасем водителей от жары» – акция под таким названием прошла в Гомеле. Чрезвычайно теплая погода, которая установилась на Гомельщине в последние дни, отражается на дорожной ситуации. В эти горячие дни сотрудники ГАИ совместно с Гомельской областной организацией Красного Креста и страховой компанией решили провести специальное мероприятие. Акция проходила в самом сердце областного центра – на площади имени Ленина. Инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали машины, интересовались самочувствием водителей и их пассажиров. Вместе со специалистами организации Красного Креста напоминали автолюбителям, как избежать аварийных ситуаций. С опытом уже привыкаешь ко всему. Человек ко всему привыкает. И к жаре, и к морозам, и ко всему. Приоткрываем окна, кондиционер включен. Желающим измеряли артериальное давление, а каждый водитель получал питьевую воду и информационные материалы по оказанию первой помощи. Жара влияет на водителей. У них может быть опасность сердечных заболеваний. Притупляется внимание, поэтому нужно как-то себя более внимательно вести за рулем. С начала года на дорогах области произошло 174 дорожно-транспортных происшествия. В которых погибли 23 человека и 190 травмированы. Как подчеркивают в ГАИ, большинство аварий происходят из-за невнимательности водителей, нарушений ими правил дорожного движения. Госавтоинспекция, конечно, еще раз напоминает планировать дальние поездки, запасаться холодной питьевой водой. И, конечно же, планировать в часы либо после захода солнца, либо ранним утром. Не совершать необдуманных действий, соблюдать, конечно, скоростной режим, дистанцию, боковой интервал. Ну и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения, при этом сохраняя жизнь себе и своим пассажирам. Торжественный выпуск офицеров-спасателей Гомельского инженерного института МЧС прошел в областном центре. Выпускники – 80 человек с инженерного факультета и 31 заочной формы обучения. В программе был праздничный концерт, демонстрация аварийно-спасательной техники, вручение дипломов выпускникам, прощание с флагом института, показательное выступление взвода почетного караула и прощальный вальс. Дипломы выпускникам вручал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко. К слову, специально для нашего телеканала министр прокомментировал ситуацию с будущим института МЧС в Гомеле. Идут процессы оптимизации. Есть поручение главы государства рассмотреть вопрос о создании единого вуза в системе МЧС. И это решение совершенно правильное. Это и наше мнение. Мы этот вопрос рассматриваем уже в последних 5 лет. Искали различную форму. И сейчас мы подготовим проект указа, который на рассмотрении будет определяться единое учебное заведение. Естественно, в Гомеле будет филиал учебного заведения МЧС. Что здесь и какие будут специалисты готовиться, до конца пока не определено. Но то, что еще выпуск будет, в этом можете не сомневаться. Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова